всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим очень вкусное и простое блюдо а главное самых простых продуктов давайте приготовим мясо замариновал тут 400 грамм я просто нарезала тонкими слайсами такими где-то по 3 миллиметра посолила поперчила паприку добавила прям понемножечку всего будет а пол чайной ложки соли я взяла на 400 грамм мяса а специи по вкусу берите специи замариновала и добавила ложечку столовую так вот масло сверху прям полила все рукой помассировала замариновала и оставляем на 15 у меня прошло минут 15 ложечку масла ложку 2 несколько большая возьму 2 ложки чуть-чуть масла как видите ну а для соуса честно пока нагревается сколотку расскажу тут у меня грамм 80 сливочный сыр грамм 50 сырный соус у меня тимурка сильно любит и столовая ложка то грамм 50 тоже майонезад и 1 зубчик чесночка и 1 зубчик чесночка мы давим добавим мясо когда уже мясо пожарится полностью я сюда хочу добавить соль и перчик так вот перца сюда чтоб соус был вкусный конечно же немного соль морская достаточно теперь вот так вот по сковородочке разогрела сильно теперь чуть убавляем на 12 мясо будет жариться быстро но тоненько порезано буквально по две минутки с каждой стороны мясо конечно заранее обсушиваем бумажным полотенцем чтобы у вас тут фейерверк не был на кухне так выложила все буквально по две минутки через 2 минуты перевернем на вторую сторону я поменяю местами так как посерединке всегда жарится быстрее вот так вот поменяли вот видите уже начала белеть по краям вот переворачиваем готовится быстро хуриная грудка иначе будет сухая если мы ее будем долго жарить вот две минуты прошло да с одной стороны так а с другой стороны можно чуть порумяне сделать если она раскрутила комфорт и с одной стороны можно чуть поджарить посильнее время долго не жарим повторяю на две минуты прошло все жду еще две минуты любопись который не будет видите повелела куриная грудка нарезана тоненько тоненько 3 миллиметра 4 миллиметра все не больше перемешаем соус готово мало кармянский можно стартин я лепешки взять а теперь на одну минуточку 1 минуточка варим по времени достаточно убираю мясо и чеснок свежий прямо на горячее мясо мы сейчас прямо сразу натрем остальные кусочки выложим жариться вот такие кусочки у нас получились вот так как пахнет вкусно до 5 деньга значит цвет крем-то 1 1 1 1 кусочек аромат получит все это мы сейчас оставим чуть-чуть на вторую партию там ничего жарится немножко мясо . чесночком вообще красота уже как вкусно пахнет давай быстрее чуть-чуть попассирует вкусненько все отправляю в сковородочку прямо по середине вот туда вот так вот раз и закрою на пару минут как раз и мясо доготовится соус наш готов так вот лепешечку не забываем про нашу сковородку по два кусочка это много даже не надо вот так вот вот так вот чесночок выложим туда вот так вот красота красота как пахнет как пахнет галл какая красота это хорошо что мы такие голодные правда да конечно с аппетита прямо сюда сковородку я не мою не мою сковородку никогда нет не мой таким маслечком вкусненьким вы себе даже не представляете как же это пахнет вот так вот беру какая сочная курочка обалдеть и смотри какая сочная видишь сочная мне-то может не рассказывать я знаю давай два-три кусочка 4 наверно порежу побольше мяса да конечно какая сочная куриная грудочка многие говорят что там там же сухая куриная грудка у галли она получается почему-то сочная да 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 так на четыре части у нас четыре порции всего четвертую часть беру соусом так вот вот так вот вложу мясо кладу побольше мяса в общем мясо не жалею а вот овощички вот буквально два кусочка для мужа мясо не жалеем да вот так вот 1 4 помидорчик вот тогда листик салата петельская капуста вот так прям рву все этого достаточно а теперь лучок вот так вот сверху побольше . так теперь все делаем аккуратно чтобы столик был чистый свернуть бы теперь дорогой что-то намутило да теперь надо края заматать главное чтобы просто свернуть вот так вот свернуть возвращаю сковородку на плиту даем на всю огонь тут у нас масличка есть вот так вот выкладываем всего вторую лепешку также повторяю мяско быстрее все делаем иначе мясо остынет помидорки огурчика вот так вот кучка листик салата петельская побольше вот так вот так вот так вот и покладываем на сковородку тут у нас уже горит вот так вот это растение смотри-ка красота красота это конечно как может быть иначе потише давай я тарелку доставлю тебе все готово ярек хорош вот так и так я все 4 порции сделаю быстренько в темпе надо масочка чуть-чуть добавить сковородку рецепт как всегда под видео в описании оставлю также ссылочка есть на дзен заходите подписывайтесь ну и всем спасибо за комментарии за лайки и за ваши добрые добрые пожелания ну а кому понравилось ставим лайк подписываемся на мой канал всем пока 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 пока